Приветствую вас и признаюсь честно и сразу, я не читал ваши вопросы предыдущие, потому что увидел, что их несколько. Я подумал, что будет гораздо правильнее ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете сейчас. И мой ответ на него будет таким, что понятно, вы сейчас ищете у нас решение своего вопроса, вы пытаетесь через нас это решение для себя найти. Вы хотите, чтобы мы помогли вам его принять, но мы можем помочь, но помочь как? Не через четкий ответ, то есть даже не четкий, а прямой ответ. Например, лучше рисковать и возможность все потерять, да, или наоборот лучше не рисковать, но иметь какой-то необходимый минимум, как вы пишете. То есть этот выбор вам предстоит сделать самостоятельно. Мы за вас его не можем сделать. И было бы неправильно даже, если бы мы это сделали. Это нарушение профессиональной этики. Ну, не можем мы брать за вас ответственность за вас же на себя. Это не этично. Теперь, что касается непосредственно того, что вы спрашиваете. Понимаете, в чем дело? Вопрос в том, что вам самой больше получают. Если вам нравится интерес, если вам нравится чувствовать, что вы на своем месте занимаетесь своим делом, если вы чувствуете, что вы в этот момент вы развиваетесь, если вы чувствуете, что в этот момент вы летите, в буквальном смысле слова парите, то вам нужно выбирать ваше предназначение. Но если вы чувствуете, что вам не нравится, если вы каждый раз волнуетесь, если вы чувствуете, что это для вашего психического состояния, психического здоровья и физического здоровья, слишком большая нагрузка происходит, когда вы не находитесь антистабильности, если вы чувствуете, что вам не хватает определенности, если она вам нужна, тогда лучше выбирать минимум и жить скучно. Вопрос в том, где вы себя комфортно чувствуете и почему. Вопрос в том, что вам больше по душе. Вопрос в том, что в большей степени соответствует вашим желаниям, предпочтениям, вашему складу характера, ума и так далее. Объясню несколько конкретно, несколько более конкретно, поясню свои слова, чтобы они были понятны. Человек с творческим мышлением, то есть с нестандартным подходом, в которой оказывается в ситуациях не имеющих готовых решений. Человек, который может хорошо это делать, он будет чувствовать себя в стабильности, в определенности, в механистичном образе жизни, ну, мягко говоря, в клетке. Но зато, когда такому человеку предъявляют нестандартные задачи, то он их решает. И он чувствует наслаждение от решения таких задач. Почему? Потому что человек с творческим мышлением как бы предназначен, приспособлен для решения нестандартных задач. Человек же с стандартным мышлением, с репродуктивным мышлением, с механистичным подходом к восприятию и отражению мира. Ему будет выгоднее, удобнее, комфортнее жить в условиях стабильности. Потому что такой человек чувствует себя лучше и удобнее тогда, когда перед ним задачи, на которые уже есть готовые решения. Он не может искать каждый раз решения для своих задач. Он не может и не хочет. Его это раздражает. Это ему не подходит. Именно поэтому творческие люди это креативные люди, которые решают рискованные задачи, но при этом решая их, они чувствуют себя живыми. А люди с нетворческим мыслением, они живут по графику, они живут по расписанию, их все устраивает. В этом они видят для себя комфорт. И те, и те люди не являются хуже или лучше по отношению друг к другу, просто это склад ума. И понятно, что творческому мышлению нельзя научиться. Если вы, например, обладая репродуктивным мышлением, но хотите решать творческие задачи, этому нужно учиться. Но научиться творчеству можно только решая определенные жизненные уравнения. пытаясь отвечать всем требованиям, средств для удовлетворения которых у вас может быть и нет. И вы не знаете какие это средства. У вас нет готовых решений. Если вы этого хотите, если вы чувствуете, что это ваше, то нужно выбирать опять-таки рискованное, но интересное дело, которое вам предлагают. Если вы чувствуете, что это не ваше, то соответственно это выбирать не стоит. Пожалуй, исходя из того, что вы описали, вы поясняете, что возможности вдаваться подробностей нет, я вас понимаю, я думаю, что сам факт вашего сомнения в выборе происходит потому, что где-то у вас плюсы, где-то минусы, то есть в каждом варианте выбора у вас есть плюсы, в каждом варианте есть минусы, и плюсы и минусы они вас перевешивают постоянно в одну и в другую сторону и вы не можете окончательно сказать счетливый выбор. Так вот, я бы рекомендовал вам взять два листка бумаги, на одном листке бумаги написать один вариант, на другом листке бумаги написать второй вариант и каждый из листков бумаги разделить пополам и слева написать положительные стороны плюсы, справа написать минусы и вот так оба листка заполнятся. А потом посмотреть, какой из листков для вас наиболее привлекательный. Здесь не нужно особо что-то анализировать, здесь не нужно особо что-то пытаться как-то предугадать, предусмотреть и так далее. Вы знаете, слышали злоятную поговорку «многие знания преумножают печали». Так вот, что может сделать человеческое состояние? Что может сделать человек, который познает? Он может открыть новое обстоятельство, он может воспроизводить, он может что-то узнавать новое, но чего не может человек знать такой вот поднающий субъект, это того, как успешно, насколько эффективно он будет преодолевать какие-то недостатки, какие-то трудности и так далее. Почему? Потому что нельзя сказать могу ли я преодолеть трудность или нет до тех пор, пока с этой трудностью я не столкнусь, пока я непосредственно перед ней не окаживаюсь. И поэтому вы вот тем, что вы пытаетесь понять, тем, что вы пытаетесь разумом осознать свой выбор, вы только себе вредите. Нужно довериться своим ощущениям, довериться своим переживаниям, точнее распрощения осознания это чуть другое, довериться своим переживаниям, чувствам, желаниям и вот то, что они вам говорят, взять и сделать. Не следует забывать и о том, что вы женщина, у вас как у женщины развита интуиция, а интуиция это принятие части за целое, то есть я имею часть и как бы воображением дорисовываю целую картину у этой части. У вас больше шансов дорисовать эту картину правильно и разумом разумом выбирать разумом ведь он равнодушный он смотрит на обстоятельства и говорит так, вот тут столько минусов тут столько плюсов вот с этими минусами я скорее всего не спрашиваюсь тут минусов много разум это статист а личность это человек чувствующий и как у статистов есть своя погрешность ориентирующаяся только на количество так и у личности есть чувство когда вопреки всему человек это делает у него получается я думаю что вам нужно выбрать кому вы относитесь к статисту то есть к наиболее вероятному или все-таки к человеку чувствующему который живет своими все-таки желаниями правда конечно желаниями разумными не такими чтобы они вредили прямо но тем не менее его зависимости от того что вы выберете тот вариант вам и нужного для тебя браться надеюсь я ответил на ваш вопрос наиболее полно если появится желание поговорить об этом более подробно обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше желаю вам всего доброго и удачи до новых дей до новых